У нас на кухне может быть один или несколько ножей. И если спросить, какой и за что отвечает, то мы ответим, что маленьким мы чистим картошку, самым длинным нарезаем мясо, а тем, что зубчиками хлеб. Но если вы хотите получить серьезный режущий инструмент, тогда давайте смотреть, как выбрать нож для кухни на примере серии японских ножей васаби от Каи. КАИ ВАСАБИ Ваши внуки за него вам скажут спасибо. Из других особенностей отметим высокое качество стали. Заточка ножа будет требоваться лишь раз в несколько месяцев. Это очень редко. Серия включает 7 типов ножей, а каждый тип предлагается с различной длиной лезвий. Универсальный нож легкий, среднего размера, на все случаи жизни. С его помощью можно и чистить, и нарезать овощи, резать мясо, продукты для бутербродов. Одним словом, это отличный вариант для работ, где нужен небольшой и легкий нож. Универсальный нож чаще всего рекомендуют как первый серьезный нож для кухни. Поварской нож – это главный нож на кухне любого общепита. Ну а в домашних условиях он может заменить универсальный и станет хорошим помощником как опытному повару, так и тому, кто хочет научиться профессиональным штучкам. В отличие от универсального, поварской нож крупнее и тяжелее. Нож Сантоку – японский вариант шеф-ножа, который тоже можно отнести к типу общего назначения. По сравнению с поварским, Сантоку, короче, имеет более тонкий клинок, острие в форме овечьей нога. Таким образом, если универсалов вам уже мало, а большие поварские великоваты, то Сантоку станет отличной альтернативой. Нож Деба – традиционный японский инструмент для разделки рыбы. Его вес и толщина позволяют перерубать небольшие и средние рыбные кости, а сверхострое лезвие дает возможность аккуратно разделывать мягкое рыбное филе и даже самую мелкую рыбу. Нож Янагиба – длинное, тонкое и узкое лезвие, идеально подходящее для приготовления сашими. Тонкой нарезки сырой рыбы, а также для разрезания суши роллов. Просто посмотрите, как работает этот нож. Здесь можно по достоинству оценить преимущества односторонней заточки лезвия. Высокая точность реза, аккуратное прорезание мякоти филе, возможность тончайшей нарезки. Сам продукт не прилипает к ножу. Кстати, использовать Янагиба можно и для тонкой нарезки мясных деликатесов. Хотя для этих целей в серии васаби есть нож-слайсер. Здесь тоже тонкое и удлиненное лезвие. Нарезать этим ножом мясные рулеты, колбасу, сыр и даже томаты можно очень тонко и легко. Есть в этой серии японских ножей и два узкой специализации. Накири с широким лезвием для шинкования овощей и нож для хлеба с волнистой кромкой. Если предыдущие варианты могут выступать в качестве основных и единственных профессиональных ножей на кухне, то эти два только как дополнительные. На Накири хорошо видно преимущество конструкции ручки ножей васаби. Лезвия ножей этой серии как бы утоплены в материале рукоятки, что не дает частичкам продуктов скапливаться вместе соединения лезвия и рукоятки, поэтому эти ножи подходят для использования в ресторанах. Сами рукоятки выполнены в форме овала или английской буквы D. Хват очень удобный и легкий. Правда, нужно учитывать, что из-за односторонней заточки эти ножи подойдут только для правшей. Давайте сделаем выводы. Серия васаби от Кай – это ножи высочайшего качества, подходящие и для профессионалов, и для новичков. Основные преимущества серии – односторонняя заточка лезвий. Лезвие из высокоуглеродистой стали. Состав и конструкция ручки соответствующий общепринятым санитарным нормам. Заточка требуется раз в несколько месяцев. А вот к недостаткам можно отнести заточку и требования к уходу за ножами. Для заточки понадобится специальный водный точильный камень. Что касается ухода, то кай-васаби следует мыть только руками в теплой или холодной воде. Никакого кипятка. Посудомоечная машина также не приветствуется. После мойки их нужно сразу же... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok